Добрый день, дорогие друзья! С вами Талинский Огородник и я Елена. Вот еще прибыла моя очередная партия новиночек. Здесь две котлейки и вандовые. Но вандовые они, как известно, делятся на категории, подкатегории и эти подкатегории делятся еще на категории. То есть будем разбираться. Начну, конечно, с малявочки. Это у меня цендерина японика. Я ее очень хотела, очень ждала. И вот она у меня появилась наконец-таки. Обалденная. Здесь, конечно, вот у нас корешки действующие, но они уже пересажены. Пришла эта посылка ко мне в пятницу. Так как у ребенка в пятницу было день рождения, показываю сегодня, суббота-воскресенье. У меня была суббота-воскресенье, у меня была вчера пересадка, так как я увидела улиток. Не намеревалась я что-то, чего-то пересаживать. Вот это красавицы-девчонки. Это то, что я просто я начала их выбрасывать и потом вспомнила, что надо для видео оставить пару парочку. И вот такие вот у меня гости. Сегодня у меня обнаружила я в орхидейках и в ванде. Поэтому было срочно принято на решение этой вот маленькой. А остальные я думала, что оставлю в горшках, пускай развиваются. Но увидела я вот в этой красотке улитку и вот в этой красотке увидела тоже улитку. Решила пересадить и во всех горшочках у меня были маленькие-маленькие улиточки. Подсознательно я думала, что надо все сразу пересадить, но так как времени не было, ну ничего страшного. Все растюшки спасены. Ну дальше вот такая вот у меня ванда появилась. Извиняюсь за горшок. Это она у меня сейчас стоит временно, так как ну некуда подвесить мне. Это у меня вот такая вот красотка пришла с цветоносом. Она вот такая маленькая, миниатюрненькая. Думала тоже ее снять с этого блока, но она впилась в корнями здесь в этот блок. Вот так вот она у меня выглядит и она у меня пришла с цветоносом. То есть здесь цветонос был, я его обрезала, он уже засох и и вот здесь конечно же моя девочка тоже будет цвести. Вот такие вот у нас цветочки, бутончики. Я наконец-то увижу цветение, но она к сожалению тут пару бутонов она засушила. Ну конечно стресс, вот этот вот переезд, смена климата. Ну ничего, хотя бы два-три бутончика я все равно увижу. То есть она уже цветущая. Купила я ее из-за того, что вот такие вот у нее листья, как такие острые пики. Вот она такая вот красотка и конечно немножко мы поранились при переезде. Вот этот вот у нас листочек такой в двух местах согнут. Здесь он вообще вот так вот обломался, но я его пока держу так, сам отвалится. И вот эти вот листочки здесь, самый первый в таком вот виде. Когда я ее замачивала, я обратила внимание, что здесь была еще одна, видно, еще одна была ванночка. Вот здесь вот такой стволик сухой. Но и под этим вот, под этой вот веревкой вот такая вот была труха. Вот эта вот, она у меня вся вывалилась. И теперь я думаю, что же мне, ой, мусорили немножко. Ну ладно. И теперь я вот думаю, что же мне вот здесь вот подложить. Ну думаю, может быть кору подложу дубовую. Посмотрю еще и подумаю. Может быть вы мне что-то посоветуете, буду только рада. Если кто-то что-то мне посоветует. Дальше. Еще одна ванда. Ну я сейчас собираю просто вот активно этих вот малышей. Не знаю, что-то мне вот так вот нравится. Конечно же, я ее сразу же пометила листочек, как только она ко мне пришла при пересадке. То есть это вчера была. Вот. Но у нас здесь вот активных два корешка идут. Вот этот вот у нас идет корешок. Ну не знаю, может быть закупорится еще. Что-то он так как-то это. Здесь она сидит у меня тоже в дубовой коре. Плюс сосна. кора такая, ну мелкой фракции. Что было. Просто сейчас все закончилось резко. И здесь у меня камни. Для того, чтобы она не заваливалась, а укоренилась немножечко. И тогда я его уберу. Ну вот сидит, как всегда, она у меня вот в таком вот горшочке. Вот. Сегодня мы уже утром поливались. И, конечно же, у нас вот здесь есть активные... Где-то у нас тут есть активный корешок один. Ну, сейчас не могу его найти. Ну, ладно. Листья, вот уже посмотрите, вот такие толстые, мясистые, здоровые. Такие прям как пластиковые. Также у меня еще одна котлейка. Я ее увидела, влюбилась. Ну, хотя я сейчас во все котлеи влюбляюсь. Мне очень не нравится. И я решила, что я с малявок буду их начинать выращивать. Кроме, вот у меня две пришли. Это вот так вот она мне называется. Максима и на котлею Шелериана. Это новый рост идет у нас такой вот. С новым ростиком она пришла. И такие вот тоже у нее листья. Такие, знаете, такие пластиковые тоже. Такие вот, знаете, такие скручные, толстые. Если этот, какие-то котлейки можно немножко, да, согнуть, то вот эту невозможно даже согнуть. Она такая массивная такая, но красивая. Очень красивая. Цветение обязательно поставлю. Сидит она у меня вот в таком. Вот сейчас, ну, стеклянное кашпо, конечно, у меня. Потому что пока она не адаптировалась. Методом сегодня метод пролива был. Вот здесь у нас, видите, активные зеленые корешочки, слава богу, есть. Не отсушило ничего. И сидит она у меня, конечно, здесь вот немножко там пенопласта, камни внизу. И сидит она в дубовой коре. Вот в такой вот. Это я ее собирала, эту дубовую кору. Вот такая вот она обработанная. Вот. И немножко здесь еще попала ей сосновой коры. Ну и плюс такая вот кора еще есть у меня. Я ее добавила для того, чтобы была какая-то влажность была все-таки. А то это своя кора. Она долго влагу она не держит. Поэтому залить будет очень трудно. Вот этот вот котенок сидел тоже в вандах. Но это не ванда. Это подраздел ванды. Называется она вот так вот. Красота. У нее цветочки маленькие, миниатюрненькие. Обязательно поставлю вам фотографию. Она вот так вот называется. Гострихолис обликус. Очень красивая. И вот здесь вот у нас есть много шикарных корней. Но здесь были улитки. Вот. Подружки тут сидели. И вот здесь вот непонятно. Но я думаю, что это все-таки у нас идет корешок. Тоже вот еще тут нас бухает немножечко. И посадила я ее в вазу. И я ее решила посадить вот так вот. Так как у нее много корней. И она быстро очень высохнет. Но здесь у меня дубовая кора. Плюс немножко сосновой то, что было. Между средней и мелкой фракцией. Вот такие вот у меня кусочки. Для того, чтобы хотя бы какая-то влага была. Сидит она у меня вот так вот. То есть воздушных карманов у нас много. Я ее не заливаю. То есть я ее вчера... Да, я ее вчера залила. Вот так вот. Как только увидела, что корешки стали зеленые здесь. Я воду слила. Влага будет поступать за счет вот этого вот керамзита внизу. Который напитался. И теперь он будет отдавать. Вот видите, здесь еще немножко влаги есть. Так что она не залита. Попробую ее вот так. Вот видите, уже корни сохнут. То есть уже корешки у нас уже начинают подсыхать сверху. Вот так вот она выглядит. Много воздушных карманов. Есть куда ей развиваться. То есть здесь уже, видите, здесь уже... А здесь уже корешки сухие. То есть очень много любит пить. Ну, сейчас заказала моху, жду. И потом уже подложу здесь уже по периметру немножечко мха, чтобы вот влажность какая-то была, не уходила сразу вся. Вот такая вот у меня зайка появилась. Цветение обязательно поставлю. И, конечно же, такой вот у меня подросток есть. Это Кантлея Интермедиа. На Кантлею Аугуни. Шикарные цветы. Когда я его видела, я сначала не думала, что будут... Что есть такие Кантлеи, которые вот... Ну, реально вот такое вот цветение. Но пришла она ко мне без цветоносов. Когда я вытаскивала с горшка, она у меня разделилась на две части. Это вот эти вот. Одна часть и вторая. И я ее посадила в один горшок. Думала, ладно. Очень много было сухих корней. Так как она сидела в маленьком горшочке, и видно, потом ее просто перевалили с этого маленького в большой горшок побольше. Но, слава Богу, живые корни есть. Есть чем питаться, есть чем пить. И вот сидит она у меня вот так. Здесь у меня закреплена она такой вот проволокой. Проволоку я использую от вешалок, которые дают из химчистки. Подсмотрела идею у Кристины, Кристины и мои хобби. Она вот так сажает котлейки. И очень удобно, не надо никаких палочек. То есть закрепил, и она стоит. Вот она стоит, она никуда не падает. И плотно закреплена. Вот. А эта у меня, конечно, закреплена, потому что здесь ее крепить не к чему было. Вот этой вот проволокой. И я ее поставила вот эту вот палочку. Ну, будем надеяться, что она будет дальше. Все ей понравится, все ее устроит, и она будет дальше развиваться. Ну, вот с таким вот она ростом уже пришла. Вот здесь она, я думала, чехол. Обрадовалась, но нет, это у нас лезет листик. Вот такие вот у нас малявки сзади. Светлые, светлые, пресветлые. Здесь у нас уже, как бы, может быть, и чехол, может быть, выйдет. Так как уже здесь два листа. Но подумает, подумает она. Вот здесь у нас начинается уже рост нового. Новый ростик. Сейчас покажу вам. Вот он. Вот видите, новый ростик уже идет, слава богу. То есть мы развиваемся на отлично. И, конечно же, у нас тут есть новые вот корешочки. Лезут вот здесь вот у нас корешок. Вот он тоже лезет. Но такие вот у меня растюхи. Ну, на этом позвольте откланяться. Похвасталась, показала, рассказала о своих методах посадки. Буду надеяться, что все будет хорошо. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok